Потерпевшая – инвалид второй группы. Несколько лет назад пенсионерка получила тяжелую травму ноги. С тех пор нуждается в постоянном уходе. Пришлось нанять сиделку. Помогала ей по дому, готовила, убирала, стирала, ходила за лекарствами, продуктами и так далее. В это время ее супруг находился в местах лишения свободы. Когда он освободился из мест лишения свободы, он приехал к супруге, к ребенку и стал проживать вместе с ними. Таким образом он оказался в квартире потерпевшей и совершил с ней насильственный половой акт и действия сексуального характера. Злоумышленника задержали практически сразу. Мужчина признался в содеянном. Потерпевшей оказана необходимая медицинская помощь. После пережитого пенсионерка до сих пор находится в шоке. Он говорит, закрыл дверь и все. Кричи, не кричи, бесполезно. Встать с кровати, убежать, у нее ноги неходячие. Что там бабушка, 70-летняя, какое может сопротивление оказать? Он применял насилие, чтобы бабушка не кричала. То есть он высказывал требование замолчать, не сопротивляться. Сейчас задержанным помещен следственный изолятор. В отношении него назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Следователям осталось допросить еще несколько свидетелей. После этого уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд. Это уже второй случай изнасилования пенсионерки в текущем месяце на подведомственной нам территории, говорят сотрудники Пермского межрайонного следственного отдела. Неделю назад приезжий из Таджикистана надругался над престарелой женщиной. Но она решила не обращаться в полицию. Гастарбайтер заплатил женщине деньги и пообещал ей отремонтировать дом. Елена Иговцева, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.